26 июня 2015 года. Вот у нас сегодня пошли пасти девочки, коров. Как им уже были палочки, как эти палочки им готовил. Как они выпрашивали, какой длины каждый. Я упарился пока им всем. Девять пастушек. Вон они пошли. Подходят, просят. Игнатий Тихонович, мне подлиннее надо сделать. А мне вот такую можно, я всех удовлетворил. Галя говорит, кинулись сейчас бежать, не перекрестились. Ничего, я гляжу на меня. Я уже говорю, ну засуетились маленько, они же не против. Понимаешь, увидали табун, забыли про все. Вон они, гляди. Надо было даже потом посмотреть. Ой-ой-ой, сколько же радости. Это вообще. Люди, которые не видят этого ничего в городе, они же не понимают кино смотрят. Какое кино, когда здесь все. Вон смотри, накрутили сено-то сколько. Это новопоселенцы. Андрея там покосили. Так еще основное, это не спошено. А варьё приезжает тут, ворует все. Все воруют подряд, что только не видят, все тащат. Мы накосили косой. Приехали у нас, все нас гребли и увезли днем, прямо днем. Ну, который увез, прошло несколько лет, его березой задавило, его убило. А мы живем. Мордушку я поставил, а он у них как бегает. Подойди поближе. Одно удовольствие посмотрю. Он выгребает из мордушки. Я говорю, Николай, что ты делаешь? Это же я. А ты еще поймаешь, говорит. Ну и правда. Прошло время, я поймал. А его, кажется, сына посадили. Вот они пошли. Вот. Это не купишь ни за какие деньги. Вот эту радость детей, глаза их. Когда видишь, как все сияет. Да, строгость. Но строгость-то что, сохраняет их? Самое-то главное в детях. Ты посмотри, с какой радостью они, когда появляешься, как они обращаются, приходят. Вот сейчас пошли, дать им повышенный паек дополнительный. Тут одна повариха и говорит, ну они пряники-то взяли, вечером будут раздавать. Им-то не надо давать. Я сказал, надо. Ну как же так, я начальник приказываю. То, что они сейчас двойную порцию получили, это никуда. А помпушек не давали. А сегодня девочкам, я говорю, дать помпушки. Так ребята-то взыграли. Им дали, а нам нет. Но я решил так, и все. Им легко с помпушками. Вот они пошли. Понимаешь, это нельзя за большие деньги купить. Эту радость детскую. Какая она, в посадках они идут. Скотинка, теленочек. Посмотри, как мелькают они там, бегают-то. Это никакой телевизор дать не может. Никак. У нас же лагерь-то не оздоровительный, а трудовой. И они это понимают. Вчера, сегодня вот пошел, я двери сделал легкие этот. Они на себе эти двери, дети потащили доски. Пришли, прибили дверь в раздевалке на пирсиках. Уже полностью мы ее сдали под ключ. Так он своими руками еще бьет молотком там, старается. Ясно дело, что это не телевизор. Надо просто научиться видеть во всем промысл Божий. Ну, вор своровал, да, обворовал. Конечно, неприятность. Ну, написано, проглочено 10 раз и сблюет. Его можно только пожалеть. Как можно воровать на земле, когда земля все родит? Вот наша столовая. Я понимаю, там клеенка, обилие доски. А то утащат, утащат. Я однажды гляжу к нашему лагерю, подъезжает машина. Ну, обыкновенная легковушка-то. Я издалека еду, они меня увидели, а взять еще не успели. Он бежит мимо, рукомойник. Он на ходу рукомойник сорвал, в машину сел и уехал. Рукомойник. Нам мыть. Ну, дети, это, может быть, и правильно в рукомойнике, может, не мыто было. Давайте изо рта будем друг другу поливать. Вот так. Мы были тут, пошли немножко, надо было заготовить на шалаш-жердочки. Я так затасковал, надо идти что-то там неладно в лагерь. А в лагере никого нет. Подъезжаю, мужик стоит на телеге. Мой велосипед из заграда уже перекинул и себе на телегу погрузил. А я бегу с топором. Я вперед-то перескочил, он остановился. Я как в лесу-то был с топором, он мужик от меня. Я говорю, ты что делаешь? У тебя лошадь есть. А у меня велосипед, и ты отнял. Снимай велосипед. А он приехал, тут сколько черемухи погубил, нарубил. Его уже нету давно, этого мужика, а мы все живем. То есть из-под себя буквально рвут. Ну, представь, рукомойник, ну какая это цена? Мы побыли, уехали, оставили. Шипером покрыта одна келья. Не шипером этим, рубероидом-то. Мы приехали, тут дождь идет, а рубероид уже сорвали, утащили с крыши. Ну, здесь «Свет октября», газета «Мамонтовска района», и она напечатала про это. И говорит, вот так мы и живем. Нет бы порадоваться, что люди умеют жить, радоваться. Как-то за нами следили тогда, и приехала по партийной части какая-то женщина. Вот. Ее фамилия Гайдук, а ее зовут Гадюка. Она при всех меняется, а она остается на месте. Ну, она приехала тут посмотреть, где. Нашли нас на другом мостике, и издалека-то им не видно, кто-то бегает по полю, что бегают-то. Вот. Подъехали, когда ближе. Это я с ребятишками бегаю. Я им показываю, какие кузнечики поймали. Кардинальщик один, когда он летит, какие красные крылья по черным покрывалам у него. Они стоят и опешили. В степи ничего нету. А тогда было как? Мы приезжаем, надо выкопать колодчик. Его нету. Надо шалаш. Ножами режем, там, осоку. Все работают. Мы к вечеру нового шалаши уже выезжали. 18 раз нас сжигали дотла. Только заклепки какие-то остаются, горелые все. Мы все первым делом на колени, поплакали и начинаем работать. Работать. Господь знает, кого допустить. Да, милиция исследовала. Я написал там, краевой тут. Никого не нашли. А почему не нашли? Их в армию взяли, в Чечню и всех перехолотили. Никого нету. Кто выгодал-то? Да прости ему, Господи. Да хоть на суде Божьем не вмене. Ну, пришел, чиркнул, спичкой зажег. Мы еще тут спрячем. Все роют везде, да спрятать невозможно. Но мы в разных местах делали такие, как называют, сухроны. И не могли найти. Даже власти КГБ приезжали. Это наша жизнь. И вот это, что прорастет крапива, потом мы опять вернем. Там у нас колодец запасной. Даже здесь колодца, если не будет, здесь запасной колодец. Мы такое сделали ему. Ну, там слой щебня, песка крупнозернистого. Под замок, под замок. И с такой накрышкой, даже при желании туда из принцовки ничего не пустишь. Это брат мой Павел все это сделал. Главное, когда нас душили. Ну, еще только не писали. Был такой Смирнов. Это санэпидемстанция Мамского района. Ну, пакостил прямо гады, гадости всякие писал. Ни одного больного нет. А нужно только тут под капелем туалеты. Ну, какие? Горячая вода должна быть холодная. Ну, горячая, холодная есть. Нет, она должна быть проточная. Я говорю, ну, а где я проточную возьму? А вы бочок наверх понемите, чтобы два метра текла. И тогда мы запишем. Я говорю, тогда в дурдоме про воду надо уже проверять, а не здесь. И когда газета-то себе, российская газета, путинская, напечатала про нас прекрасную статью, там, статья Таисия Снегирева. И сразу с Алтайского края несколько машин полных. Первый зам Шойхет приехал. Еврей. Яков Нахманович, прекраснейший человек. Он мне операцию делал. И он, вся комиссия при нем-то, ну, они знают субординацию, затихли. Он поехал, там колодец, почерпнули воды, он выпил. Вода прекрасная, зубы ломит. Взяли анализы молока, пошли на пруд. А эти-то санэпидемстанции заглохли при нем-то. И он все это снял и говорит, ну, в таких мазанках у нас на Украине жили, ничего особенного. Но меня он предупредил, вы берете ребенка, а он доктор медицинских наук, доктор. И он говорит, а бывает инкубационный период, две недели, вы ребенка-то взяли уже с болезнью, он у вас тут не заболеет. А мы сидим на берегу, утки плавают, и прям рядышком видно гнездо ее на камышах. Тогда много было уток разных, пять пород уток. Рядом проплывает андатор. Ну, что еще надо-то? Человек, он говорит, люди радуются. И они когда сели на машине, а приехал тогда с ними Петренко, это первый секретарь КПСС по идеологии Алтайского края, а потом он у КПРФ был. Ну, поехали. А потом я в Краевую администрацию пошел, с Яковом Нахмановичем встретился. Я говорю, скажите, вот когда вы сели в машину и поехали, о чем вы разговаривали? Да о разном тут. Я говорю, ну, первое, сели вы, тронулась, побыли, посмотрели. Он говорит, я только сказал, мужики, я по-хорошему им завидую. Вот это, я считаю, оценка. Яков Нахманович еще живой. Он по Симби-Палатинской этой программе работали, там, когда взрывы были. Он мне операцию делал, повторяю, я живу еще сейчас. Да благословит его Господь. Шойхет фамилия его, Шойхет, Шойхет. Я спрашиваю, а что такое? Это, говорит, резник, это, которое в жертву что-то у евреев приносит. Все бы были русские такие, как этот еврей. У нас жизнь была бы другая. Да. Черемка тоже, смотри, какая большая. Уже бурет начинается. Правда, кто-то ее побил, если ты, может быть, но не очень сильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.